добро пожаловать в евротрак симулятор 2 с вами вновь дальнобой роман и я снова в пути снова на дороге сегодня я везу муку из города любим в город промзона но это не город это промышленная зона просто на грузовике масс 5440 а 8 модификация фургон но предыдущее видео кстати из этой игры было посвящено обзору этого грузовика масс 5440 кто не смотрел посмотрите в плейлисте и группе в к траксе этот обзор есть я сейчас нахожусь на въезде город череповец до скажу что это карта российские просторы продолжаю покорять дороги российских простор значит груз взял в городе любим и мне предстоит проехать я уже некоторое состояние какая-то обычно бывает проехал сейчас нахожусь повторяюсь на въезде в город череповец мы начнем с осмотра этого города дальше я буду проезжать город тихвин дальше новая ладога но вот здесь вот трасса проходит мимо но я все-таки заеду в этот город и мы его посмотрим шлиссельбург заезжать не буду уже был там так вот здесь вот город тосно или поселок тосно не знаю но мы его тоже проедем но и за этим поселком или городом промышленная зона вот она так и называется промзона ведь расположены различные фирмы организации предприятия мне предстоит сделать вот такой вот круг он ферма тут есть обл снаб автосервис а груз у меня ждут в компании stocks ну тут вот трейд аукс и стокс муку я туда везу так что сегодня ребята мы увидим череповец прямо сейчас будем его смотреть дальше тихвин новая ладога так вот в этот поселок имени морозова но нет он все таки далековато трассы туда заедать не будем и еще тосно увидим ну и промышленную зону я делать прямую трансляцию не буду буду прерываться потому что здесь расстояние большие видите тут долго ехать я так думаю что даже наверное я буду два дня ехать но я среднем играю по часу по полтора но тут за час реального времени не доехать до промзоны поэтому наверное буду снимать летсплей течение двух дней череповец на въезде в город я сейчас нахожусь табличка череповец конечно же проедем по улочкам этого города посмотрим что он из себя представляет добро пожаловать в череповец ну потому что в реальности в череповце я был всего лишь однажды это это было на машине то это было мимоходом ну просто север на юг ехал и насквозь город проехал никуда тут нигде не останавливались никуда не заезжали никуда не ходили ничего не посещал и кстати было это давно это наверное больше двадцати лет назад было что я был в череповце так здесь вот мне нужно активировать два вопросительных знака но впереди скорее всего будет автосалон и тут еще скорее всего кадровый агентство второй вопрос ну я скажу по моим впечатлениям то что я здесь был больше двадцати лет назад город мне не понравился за того что здесь очень много было но это опять-таки говорю больше двадцати лет назад что сейчас в череповце не знаю если вдруг кто-то из зрителей из этого города отпишитесь так вот город мне не понравился за того что здесь огромное количество промышленных зон предприятий и практически весь город из пещер он заводскими трубами и когда на подъезде городу и даже когда уже едешь по городу кругом заводы заводы и дымящий вот это меня поразило я их не считал но их было очень много это десятки труб из которых полюб и все это оседало и город таким образом был в такой дымке смог именно такая вот дымовая давица вот в этом мне не понравилось как сейчас не знаю может быть сейчас заводов стало меньше либо как-то производство сделали так что ты мящих труп нет не знаю так здесь у нас кольцо вот еще один вопросик мы сейчас проедем ну а так город стандартный ну даже вот здесь вот я вижу видите смотрите какие-то вышки стоят вот это впереди что за ретрансляторы впереди машины бревна везет вот впереди какие-то вышки стоят может телевизион телевизионный антенны не знаю ну вот так вот он тут реализован симуляторе дальнобойщика так офис кадрового агентства нашел стоят высотные дома проспект ну наверное есть торговые центры а вон дымящая труба видите как бы реалистично но тут она одна а в реальности то я их видел несколько десятков ну вот она и промышленная зона он ведь и справа завод какой-то трубы вон впереди какие-то огромные цистерны что это такое тоже какой-то завод на территории самого города было много заводов ну наверное они сейчас остались никуда не делись давайте друзья едем не задерживаем движение видите слева сооружение так справа у нас торговая компания fcp вот так вот выглядит череповец здесь в российских просторах дать нам какая-то телевизионная антенна ребят видите провода ну собственно говоря вот и весь город не ахти несколько улочек и все я уже выезжаю из этого города ну давай все волга жми на газ тормозишь везу я муку напоминаю в кузове у меня мешки с мукой 6 тонн вес не так много но тем не менее движок мазовский в 400 лошадок не позволяет разгоняться более 90 километров в час поэтому средняя скорость у меня но если нет сильного движения трафика 90 километров череповец все закончился город выехал уже за пределы начались поля собрали уже ведь чем сейчас 8 все верно вон лежат стога сена так 30 километров ограничения этого зачем-то сделать для чего здесь такое ограничение будем ползти как черепахи так остановка до отдыха пять часов почему я говорю ребята что буду снимать несколько дней но он смотрите 27 часов мне ехать а из по своим наблюдением скажу что один час реального времени это 10 часов езды ну соответственно 27 часов я даже боюсь ребята не нам даже три дня ну хотя все зависит от движения ответил тут так скоростной ограничение 30 . для чего она тут сделала не знаю но тут 60 сейчас будем заезжать на мост и там уже по трассе будем топить в топим под 90 будем час так ну что ребята наверно сейчас я снова прерываюсь радио мы слушать сегодняшний записи не будем связано это с тем что повторяюсь снимать буду несколько дней эту поездочку с тем чтобы показать все города впереди нас ждут впереди нас ждет тихвин потом новая ладога потом тостно все это дело я вам покажу поэтому я сейчас прерываюсь включаю музон еду под музон до тихвина ну если что-то интересное на трассе случится может там где-то какая-то авария или еще что-то я вот в любим без пельменей а мне дорогу преградила стадо коров я фотки скинул в группу посмотрите кто не видел пельмени из говядины и коровы мне тут попались пришлось их объезжать так что если что-то интересное на трассе случится я обязательно это дело покажу вам ну а пока прерываюсь и едем до тихвина у тихвина включаюсь ну а город тихвин впереди показался а вот и табличка тихвин но я сомневаюсь что это крупный город наверное просто поселок городского типа ну как бы то ни было мы сейчас здесь проедем ну так скажем по кольцевой туда напрямую я заезжать не буду потому что там дорога тупиковая давайте посмотрим что из себя он представляет самый тихвин вон в городе моющая машина ездит ну это вот окраина города справа посадки молодые березки а слева дома да особо города мы тут и не рассмотрим потому что по окраине едем там центральная улица она как я сказал тупиковая поэтому я по ней уже не стал ехать ну вот они дома пятиэтажки особых достопримечательностей я думаю здесь никаких нет а вот высотка стоит наверное 14 этажей да дом ну похоже все проехал я тихий тут уже домов нет справа у нас транспортные компании какие-то стоит туда все таки завернуть ну а на остановке автобусные стоят люди давайте завернем активирую я этот автомобильный салон слева какое-то предприятие похоже да ребята это автосалон универсалом табличка автосалон универсал но нам тут особо делать нечего поэтому мы просто его активировали и будем выезжать отсюда строить строительство он идет су-155 что-то написано что там строят ГАЗ-66 поехал а че у него из бака-то льется смотри смотрите-ка он что-то из бака там поливает что-ли или у него это бензобак пробит и бензин мы оттуда льются смотрите нет просто он поливает не может бензин так течь нефтебаза здесь вон оно что тут я думаю что за цистерна стоят за дорогу оказывается нефтебаза этот газик поливает правда скорость развил 60 км на такой скорости не поливают обычно даже не 60 он уже в топилу под 80 идет нифига я его догнать аж не буду так ну походу все ребята Тихвин у меня остается позади ну а тут медленно едет поливает бортовой ГАЗ-66 странно он даже и не оборудован под поливочную машину да ребята вот город Тихвин остается позади вот таким вот образом мы проехали город Тихвин так ну а что у нас впереди впереди у нас по-моему новая ладога да? я не ошибаюсь в новую ладогу то я хотел точно заехать хотя мне не по пути да грунтовка началась руль задрожал мне не по пути но я в новую ладогу заеду все таки вам ее продемонстрирую как она выглядит город она тут по-моему недалеко надо карту глянуть полиция что-то тут разъезжает полиция что-то тут разъезжает так до отдыха у нас пять часов а груз везти еще шестнадцать часов может быть наверное в ладоге то мы и переночуем ну как переночуем сейчас утро десять утра прибудем туда часов двенадцать блин опять ночью придется ехать после ладоги ночью не люблю ездить темно плохо видно особенно если не погода идет дождь видимость вообще неплохая вот когда солнышко светит самое оно так а почему у меня навигатор направо выдает маршрут почему не налево зачем такой крюк давайте ка карту посмотрим так слушайте а правда странно а зачем он такой крюк мне выдает смотрите вот сюда почему не так вот то есть он посчитал что это ближе странно давайте ка вот так вот это мне там не нравится там еще и дпс пункт зачем он так сделать навигатор мне правый крюк посчитал немного непонятно так ну сейчас доедем быстренько радио не буду включать поэтому так вот без музыки мой грузовичок едет фургон грунтовая дорога бездорожье но не бездорожье но не асфальт ближайшее будущее планирую пересесть наверно на газ в принципе на этом мазь я уже почти 12 тысяч километров намотал надо бы менять уже грузовичок этот грузовик отдам другому водили так доход от водителя мило миллион сто шестьдесят одна тысяча хорошо заработал мне в компании денежку принес какой будет грузовик следующий пока сказать не могу точно не уверен что именно я хочу наверное это будет газ как бы тут несколько вариантов а может камаз ну на камазе я уже ездил не знаю пока на газе еще ни разу не катался камаз уже был на камазе у меня один водила катается так ладно пока прервусь чтоб видео не затягивать сейчас до ладоги доедем и там продолжим подъезжаю к ладоге новая ладога и ребята смотрите что я тут обнаружен смотрите какой офигенный грузовик здесь припаркован давайте оценим эту махину здесь порт пост ДПС смотрите ёлы бау ну это такие вот большие горные грузовики на них в карьерах руду возят смотрите колесо у него наверное приблизительно с размером с мою кабину смотрите ну вот он по такой дороге конечно не сможет ехать он просто две полосы займет видите какой огромный грузовик так здесь у нас порт пост ДПС вон смотрите что тут у нас происходит слева остановили автомобиль так спасенная жизнь на вашем счету плакатик висит так новая лада когда решил я заехать мы просто проедемся быстро по улицам этого города и кстати сказать мне нужно будет еще где-то заночевать так вот впереди у нас будет заправка добро пожаловать в новую ладу справа от меня ну не знаю в новой ладоге я не был вот какая тут река название реки не знаю если это река ну наверное река так здесь вон заграничения въезжаем на территорию этого города стоят яхты вон на берегу так слушайте а это ведь не заправка елки это гараж продается там блин а мне ведь надо заправляться ну ладно в принципе ничего страшного так смотрите а вон там еще один вот этот вот большой самосвал стоит торговый ряд видимо тут в ладоге что-то добывают песок наверное да добывают песок намывают и вот в этих вот больших грузовиках перевозят его песок я имею ввиду ну-ка давайте посмотрим ну он да да там около карьеру стоит ну там не карьер просто куча навалена чем-то ну серо вряд ли золотого света что может быть наверно песок так а стоп смотрите-ка ребята давайте мы вот туда заедем я подозреваю что все таки здесь в ладоге находится карьер я не знаю может быть я ошибаюсь ну проезжай немножко я тут нарушаю но мне самому действительно любопытно смотрите на мини карте впереди такое вот серое пятно что-то мне подсказывает ребята что это горнодобывающий карьер я боюсь что у меня бензин кончится но я все таки доеду посмотрим что там такое похоже да ребят там карьер смотрите вон гора я просто подъеду гляну посмотрю что-то так и вот висит билборд сейчас почитаем что на нем написано а не тогда рекламный да ребята точно это горнодобывающий по-моему рудник тут смотрите-ка вниз дорога здесь даже можно заказы брать да так а тут шлагбаум ага шлагбаум я тут не проеду а не опа он открывается так ну наверное я туда не поеду ну давайте заедем посмотрим так а что бы давайте мы вот здесь посмотрим что здесь нам предлагают так можно транспортировать бурильщик либо руду ну да как я предполагал ребят это здесь добывают руду так и есть ну в сам карьер я не поеду сейчас мы здесь просто тут где бы еще развернуться так стояночный тормоз да ребят это рудник вот так вот по кольцевой туда вниз вон стоит груженый прицеп груженый рудой да рудник горнодобывающий вот так вот так ну что будем выезжать я просто заехал посмотрел вот это у меня мысль то была что там стоит этот самый вот грузовик не просто так вы действительно видите здесь карьер так ну что вы меня будете выпускать вот открываем тут развернуться не получается узкая дорога вот здесь может быть можно развернуться не знаю тут навряд ли я развернусь хотя можете развернуться можно попробовать так что у нас не а сейчас вот здесь развернемся там рисковать не будем вот здесь вот здесь вот здесь нормально вот так вот в новой ладоге присутствует горнодобывающий карьер где добывают руду ну какую руду сказать не могу не знаю железную наверное какую еще ну судя по цвету она черного цвета там была явно не серная наверное железную руду добывает а может уголь ну нет написано было руда не уголь так а у меня проблемка нарисовывается бензин нужно заправляться мне так а я хотел проехаться по ладоге ну давайте будем надеяться что мне топлива хватит на заправку бензоколодка находится на выезде из города будем надеяться что мне топлива хватит сейчас мы сделаем крюк посмотрим город более так скажем подробно ну тут вот дорога она идет видите вдоль реки вот собственно и города то нету да вот тут что то какие то постройки строится но это не дом явно так впереди у нас автосалон и мост или дамба так ну в автосалон мы заезжать не будем вольво по моему ребята здесь автосалон находится в новой ладоге да судя по флагам это автосалон вольво так и есть мост а вон город находится на том на том берегу все понятно вот что за река не знаю таблички нету ну опять таки если среди моих зрителей есть такие кто живет в новой ладоге подписывайтесь комментируйте частенько такое бывает похоже не похоже но я думаю похоже действительно есть река действительно есть карьер есть мост я думаю все это правдиво ну вот они дома пятиэтажные слева от меня небольшой город зеленые посажены деревья так ну и здесь смотрю я наверно тоже будет второй мост да я там проехался по одному мосту или нет да вот второй мост он впереди впереди будет мост я по нему на будем проезжать все ребята новая ладога закончилась я выезжаю так водила у меня одевает полтора часа сейчас мы заедем на заправку я заправлюсь и наверное там остановлюсь на отдых и оставшую часть пути буду уже ехать скорее всего ночью сейчас время у нас пол второго так пост ДПС сейчас пол второго ну и наверное пока я отдыхаю будет уже вечер будет уже вечер ну вот он мост два моста здесь ну один за городом второй на территории Новой Ладоги смотрите женщина с коляской по мосту идет вот видите здорово все здорово так ну топлива мне должно хватить Тихвин налево но я оттуда приехал вот справа видите грузовик этот тут стоит вон а я приехал слева с Тихвина так впереди у нас автозаправочная станция наверное туда нам и надо будем заправляться будем водили дадим возможность отдохнуть смотрите стоят на остановке житель здесь тоже продукты так давайте что мы сперва заправимся наверное вот здесь вот здесь вот так а отдохнуть то здесь можно будет стоянки для отдыха то я не вижу обычно на автозаправочных станциях бывает стоянка так все одну проблему решили топливный бак у нас полный вот здесь вот разве нету есть ребята должна быть судя по мини карте да есть глушен движок здесь мы отдохнем так откроем еще сразу я посмотрю карту наверно сейчас снова я прервусь что видео не затягивать следующее место которое я хотел бы продемонстрировать это следующий город который я буду проезжать это у нас что будет я не заезжаю ребята Тосно так что город Тосно следующее место которое я покажу сейчас здесь отдыхаю еду до города Тосно слушая музыку ну и около Тосно ребята вот здесь вот я снова включусь мы проедемся посмотрим я вам покажу что за поселок такой Тосно ну судя по мини по карте это явно не город а небольшой какой-то поселок или село так что около Тосно я включусь пока мы отдыхаем населенный пункт Тосно вы знаете почему то у меня навигатор показывает направо а не прямо я не знаю почему может быть там что то с дорогой почему объездная дорога навигатор меня отправляет не по прямой а вот сюда даже не могу сказать ребят но я не решил не рисковать не ехать напрямую а как навигатор меня отправляет так и поехал в объездную я не знаю правильно я сделал или нет может быть как бы там дорога через сам поселок ну город Тосно а это объездная я не знаю но в любом случае даже если бы это было и так почему меня навигатор-то по городу не отправил так ну вот сейчас наверное будет его плохо видно ночь потому что еще и дождь идет ну вот он видите ребята поселок этот слева вон стоят дома семья что-то ведет сеть универсал ну тоже я так подозреваю поселок небольшой добро пожаловать в Тосно да я въехал в этот город ну не знаю город не город что это тоже никогда не был в реальности Тосно пятиэтажные дома стоят слева по одной стороне но я так подозреваю он небольшой этот город или поселок ну собственно я сейчас из него уже и выезжать-то буду это наверное объездная дорога ребят по центральной улице я не поехал не стал рисковать почему-то навигатор меня вот сюда отправил да вон видите все машины вообще-то туда заворачиваю ну как бы то ни было ладно меня навигатор так отправил значит так тому и есть ну вот он Тосно ребята заканчивается быстро я его проехал толком ничего мы не увидели темно да там и осмотреть то нечего особо так что последний населенный пункт я проехал и следующее место это уже клуб моего назначения промзона именно туда я и везу муку так остановка до отдыха 7 часов а ехать еще придется где-то останавливаться карту открою так карту Тосно ну и дальше у нас уже промзона если я не ошибаюсь да так и есть первая вторая промзона кстати обратите внимание два шлиссельбурга скажите как так ровно да ничего ничего в этом особенного нет просто здесь у нас два мода русская карта где вот здесь вот все на английском там есть шлиссельбург а это российские просторы здесь тоже есть шлиссельбург ну что ребята пока отключаюсь еду уже до промзоны вот здесь вот буду включаться и завершать мой заказ надеюсь без приключений довезу осталось ехать 10 часов если что-то интересное по дороге найду встречу обязательно отключусь и вам это дело покажу ну а так чтобы видео опять таки не растягивать я пока приручь я почти приехал прям зона можно сказать впереди так вот здесь вот мы сворачиваем ну почему по промзона да потому что на этой территории расположены заводы фабрики здесь поля в основном узенькая дорожка к предприятию трейдаукс туда мне нужно доставить муку ну в целом все прошло хорошо сейчас заработаю свои 3 миллиона с лишним так стоят большие грузы с разными грузом так мне прямо до трейдаукс у нас вот здесь вот видите промзона стоят грузовики битум привезли тут бревна камаз вон так впереди а как мы с тобой разойдемся давай проедешь ты там ну должен проехать промышленная зона предприятия всякие фабрики так стро столкс вот сюда мне надо попасть да по-моему да ребята вот сюда мне нужно попасть компания столкс ну-ка давайте проверим промзона столкс да так и есть именно сюда мне и надо попасть все время это принимайте товар так давайте максимальную сложность так и где ну склады здесь наверное хотя хрен его знает может на другой стороне не ребята тут нету парковочного места наверное все таки с другой стороны так а тут я проеду блин тут я не проеду ребята здесь тупик плохо объезжать надо что-то я там не заметил проезда был что ли двухсторонние склады двухсторон так вон куда надо так ну чё здесь а а вижу да вот сюда нужно парковаться так ну давайте парковаемся сюда ну по-моему за бонус тут нам ничего не дадут потому что груз невидимка но мы все-таки как положено припаркуемся вот так вот все ровно да ребята ровно но зелененьким он не загорится может сгорится нет не загорится потому что груз невидимка все отцепляемся успешно привезли мне мы из города любим муку промзону в компанию стокс ну и вот она моя награда на деньги 3 миллиона сняли 227 тысяч поврежденный груз ну да там парочку столкновений было ну и опыта прилично уровень 30 элита все ребята так повышаем мы свой навык ну тут без разницы уже почти все на пределе у меня на этом сегодняшнее видео я завершаю спасибо за внимание надеюсь вам понравились те города которые с вами проехали которые я показал и до новых встреч в игре ETS 2 ждите следующее видео либо прямую трансляцию из этой замечательной игры продолжаем ездить по российским просторам увидимся до новых встреч